Пенсионные фонды Пенсионные фонды Принуждает их, не предлагает, а принуждает, поработать еще 5 лет, как минимум, до пенсии. А в перспективе предлагается, у них там уже проговаривалось правительство, что пенсионный возраст поднять, как у Михаила Григорьевич говорил, где-то в Японии, до 70-70, где-то до этого возраста. Я в дальнейшем скажу, почему вот эти все пожелания неисполнимы и невозможны. Значит, это изменение, естественно, уменьшит количество получающих пенсию и увеличит прибыль нашей российской буржуазии. Почему естественно? Потому что наш опыт говорит о том, что мы уже довольно длительное время живем в этих условиях, условиях капитализма, когда правит практически одна и та же система, и всякий раз, когда они сталкиваются с финансовыми затруднениями для финансирования общественных проектов, они поступают однозначно, одинаково. То есть уменьшают количество получающих это финансирование. То же самое они решили сделать и с пенсионной системой. То есть если поднимут пенсионный возраст, то автоматически, скажем так, даже если, как они такие гуманисты, рассуждают с точки зрения заботы о народе, дескать, народ стал жить неожиданно сильно долго, вот поднимем возраст. Поднимут возраст, а фактически возраст средний у нас самим трудящимся известен, и большинство людей до этой черты пенсионные, ну, мужчины, во всяком случае, точно не доживут. То есть получателей пенсии сократится, ну, очень много, на очень много. Может быть, ну, вот здесь, скажем, сразу возникает вопрос, ну, может, действительно у них нет иного выхода у российских буржуев о том, что вот уперлись в такой тупик, и надо что-то решать. Или это, ну, обычная традиционная уловка, потому что в Конституции прописано о том, что государство нас социальное, и все эти вот вещи, о которых мы говорим, пенсия и прочие обеспечения являются, ну, социальными гарантиями нашего государства. То есть они, грубо говоря, пытаются переложить и эту обязанность государства на плечи самих тумлящихся. Вот давайте разберемся, значит, вот как думает законопослушный гражданин, который, ну, достигает пенсионного возраста и, ну, решает, вот сейчас у меня начнется совсем иная жизнь, не у станка там, не с лопатой, а буду отдыхать и наслаждаться. Значит, он, ну, происходит такой нехитрый расчет, что, дескать, я вот, ну, ушел, вернее, пока я работал, значит, за меня платили износы, примерно, не примерно, а точно они платятся сейчас 22% от заработной платы работодателям. Затем, эти отчисления в пенсионный фонд, если признать, что у нас средняя зарплата, вот, на прошлом году была по стране, той же самой статистикой, которая там довольно лукавая, 37 тысяч рублей, вот, получается, что примерно, получается, отправляется в пенсионный фонд по 8 тысяч рублей за каждого работающего на пополнение этого фонда со средней зарплатой. Эти деньги уходят в пенсионный фонд, в год набираясь на каждого работающего, примерно, по 100 тысяч рублей. Работать в среднем рассеянии начинает примерно с 20 лет. Вот, если мужчина у нас работает, вот, по современной, по существующей системе, будет работать до 65 лет, то стаж у него будет 45 лет. Значит, в пенсионном фонде за это время накопится примерно с 4,5 миллиона рублей. Это без учета инфляции. Значит, в 2017 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 лет. Росстат прогнозирует, что к 28 году, когда вот они закончат все эти махинации с пенсионной системой, мужчины в среднем будут жить якобы, ну, около 75 лет. Можно признать, что, ну, давайте согласимся с этим, с утверждением правительства, и получается, что наш условный мужик, когда выйдет на пенсию, он проживет, ну, максимум 10 лет. Берем 4,5 миллиона рублей, которые там перечислены с его заработной платы, фактически заработанные им, вот, делим на 10 лет и получаем пенсию примерно 37,5 тысяч рублей в месяц. Это самый скромный расчет, потому что эти деньги, перечисленные в пенсионный фонд, они, ну, скажем так, согласно закону обязаны прирастать, потому что пенсионный фонд располагает там всевозможными вложениями, разные ценные бумаги и так далее. И если даже взять депозит в 6%, то получается, за этот промежуток времени, в 45 лет, эти 4,5 миллиона прирастут, прирастут и превратятся, ну, как минимум, хотя бы в 10 миллионов рублей. А значит, пенсия, ну, минимальная средняя пенсия должна быть в пределах 80 тысяч рублей. Это вот так осуждает нормальный, добропорядочный гражданин, который платил налоги, ну, и считает, что эти деньги вот собрались там, а лежат, ждут его. А как думает буржуазное государство? И, ну, собственно говоря, размышления у них тоже о благополучии. Однако только, ну, своего класса, своего родного государства. Вот законопослушным гражданам, они, значит, придумали такие законы, например, 400-й и 27-й. Там все продумано за гражданина, но не так, как он рассчитывал, вот в своем нехитром расчете. А все намного сложнее, все честно, по закону, но с учетом интереса, прежде всего, буржуазии. Там прописан так, что задурить голову даже неподготовленному, вернее, подготовленному человеку, а неподготовленному там вообще не разберется, как это начисляется пенсия. Значит, там коэффициенты, проценты, баллы, значит, приводятся целые трактаты большие по статистике, по научным прогнозам и так далее. И все эти разговоры и выкладки приводятся лишь к тому, чтобы подогнать решение к заранее обусловленному решению. Пенсия должна быть такой, какой мы вам выдаем. А еще они проявляют большую заботу о продолжительности жизни наших граждан, значит, ну, в том числе и пенсионеров, а точнее, о возрасте дожития. Вернее, они манипулируют этим понятием, не занимаясь, собственно, самой продолжительностью жизнью, а используют это понятие, как срок дожития, только для достижения своих целей. Так называемый срок дожития, Т, это вот в этой формуле для наглядности, она вот, ну, видно маленько, наверное, да? Этот срок дожития стоит в знаменателе, в числителе пенсионный капитал, ПК, и прибавляется базовая составляющая пенсионной фонды, которая не меняется, а устанавливается правительством, там, ну, каждый год, там, они как считают, якобы по инфляции. Вот в этом году она, ну, составляет уже, там, 4 800 базовые. Так вот, значит, вот этот знаменатель, буква Т, который стоит в знаменателе, это и есть срок дожития. То есть, чем больше срок дожития, тем меньше, фактически, пенсия трудящихся. Так вот, мы с вами вначале уже упомянули, что у нас средняя продолжительность жизни по даже нашему лукавому госстату, примерно 67 с половиной лет мужчины живут, а устанавливают они сроки дожития вот в разные годы, вот здесь представлено. То есть, в 2002 году срок дожития был 12 лет, в 2014-19, сейчас уже 21-22 года. То есть, пенсионеры у нас опережающими темпами, срок жизни, вернее, средний возраст жизни на земле, они обогнали своим сроком дожития. То есть, этот показатель правительство берет от фонаря и устанавливает его только исключительно для того, чтобы манипулировать с размером пенсии. Как это выглядит на самом размере пенсии? Вот вторая диаграмма показывает. То есть, если мы берем срок дожития и видим, какой размер пенсии получается средний. То есть, по оценкам, как Михаил Григорьевич говорил, европейские специалисты, у них, по-видимому, не стоит задача напрямую солгать. То есть, они берут какой-то массив цифр, обрабатывают, выдают эту информацию. Вот это, по оценкам европейских специалистов, средний срок дожития, то есть, жизни после пенсии у мужчин, российских, составляет 6 лет, у женщины примерно 11. По российским источникам, у нас немножко другая, скажем так, другая структура. То есть, мужчины живут примерно 4-6 лет, женщины 17-18. То есть, если взять и не заниматься всеми этими арифметиками, а просто взять и усреднить, взять это за принцип, что где-то истинно посередине, мы считаем, что в среднем примерно 12 лет срок дожития для соединения статического пенсионера российского. Срок дожития 12 лет. В настоящий момент, уже в этом году, 22 года, срок дожития установлен в нашем правительстве. То есть, расхождение огромное. Если пересчитать в деньгах, то получается, наши пенсионеры уже сейчас теряют только на этой манипуляции примерно 35% своей пенсии. Если бы все правительство наше делало честно. Причем в том же самом законе о 400-м написано, что правительство, устанавливая срок дожития, опирается прежде всего исключительно на статистику. Законодательно так написано. Никакой статистики в возрасте 21 год дожития, ну нет даже сейчас. То есть, сами себе противоречат. Вот. То есть, видим, ну довольно большой разрыв. Вот в этих делах только с одной манипуляцией. Это зависимость срока дожития и самой пенсии. Так. А еще наше государство приняло для законопослушных граждан, значит, 27 закон. Часть 6, пункт 13, который гласит о том, что... Там очень сложно все написано, но если перевести на обычный, нормальный, понятный для всех язык, гласит о том, что начисление в виде пенсии подвешит примерно 50% от вот этого самого пресловутого пенсионного капитала. То есть, от тех взносов, которые уже перечислены в этот пенсионный фонд. Они там уже, ну, должны работать и лежать. Государство говорит, что примерно 50% можем начислять в виде пенсии. А остальные гражданин, ну, как бы, должен заявить, а куда и почему остальные-то деньги? Ему, естественно, правительство может только ответить, потому. Потому что вот так они хотят. Значит, потому что деньги прошлых периодов уже все разворованы. Значит, оплатить нужно сегодняшним пенсионерам тех сборов, которые собирают они с сегодняшних работающих людей. И, ну, понятно, при такой системе, если работающих с каждым годом становится меньше, денег все будет меньше и меньше. Поэтому вот они вынуждены и манипулировать с этим, с другим и третьим, и врать, ну, используя даже законы. Кроме того, значит, вот в ответе нашему гипотетическому работнику, почему же его так обманывают, обрезали этот пенсионный капитал, можно сказать так, что еще вот сам пенсионный фонд России устроен таким образом, что он не может жить, ну, как благотворительная организация. Они живут неплохо, роскошно, строят дворцы для осуществления своей деятельности, ну, по-видимому, вкладывают куда-то деньги. Но на среднюю зарплату по стране не жить не могут. То есть средняя зарплата у федерального чиновника пенсионного фонда, как у федеральных министров. То есть там порядка 500 тысяч рублей в месяц. И спускаются там чуть пониже на федеральный уровень. Премьер-министр Медведев, значит, подчеркнул, что якобы ключевая задача повышать пенсии. Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внешних проблем. Перевожу, значит, вот ослу вешает морковку перед носом, для того, чтобы он увеличенно бежал, выполнил работу и тащил своего еще эксплуататора на себе. Значит, для российских граждан это сделали еще проще. Просто эту морковку нарисовали на бумажке и сказали, что вот, сделаем вот так, и всем будет хорошо. Ну, или может прийти иной пример, грубо говоря, голодающую собаку тут же берут, отрубают ей хвост и кормят ее этим же хвостом. Он, дескать, накормится и все проблемы решатся. Значит, в действительности российское правительство, конечно, печется о росте пенсии не только определенной части населения, определенной категории людей. Вот кто же получает такую пенсию в России? Значит, зарплата Путина сейчас составляет 715 тысяч рублей. Пенсия будет равна 75 процентов. Это в законе написано. Там нет никаких ни баллов, ни процентов, ни каких-то иных условностей, которые бы там могли затуманить мозг Путину, когда он станет пенсионером. Он четко знает, что ему будет платить 75 процентов от этого. Точно так же закон это распространяется и на всех федеральных чиновников. На федеральных менеджеров, которые управляют Роснефтью, Роснано, Рос там еще чем-то и так далее. И, безусловно, касается губернаторов, депутатов и так далее. Все они живут несколько по иным правилам и законам. Пенсионный закон написан исключительно для простых трудящихся. Значит, вот почему они делают это так нагло, даже особо не прикрывая антинародный характер своих реформ. Ведь богатство у этих же олигархов и богачей поменьше, перерастает из года в года доходы основного населения на грани уже нищеты. Потому что трудовой народ пока не поднимается на борьбу, не осознает свои интересы. Кое-кто даже доволен тем, что у нас есть сильный президент, сильная Россия. Есть народная партия Единая Россия, которая, якобы, побеждает на выборах регулярно, за которую, скорее всего, какая-то часть населения искренне голосует за ту, которая не гарантирует стабильность. Другая часть из мнимых побуждений в том, что они бюджетники, и если они не пойдут голосовать за эту Единую Россию, то их бюджет будет беднее. Ну, или как-то их положение ухудшится. То есть, действует вопреки своих же интересов. Но вот эта стабильность во всем, которая существует в нашей России, она в российской буржуазии нужна как хлеб, как воздух, вернее. Их главный интерес оставаться и дальше на управлении этими общественными богатствами. Значит, ну, можно предположить, что, ну, не идиоты ли они, что, допустим, все у них так хорошо, все гладко складывается, доходы у них растут, народ не ропщет. Зачем они еще сейчас вот это все поднимают? Дело в том, что система, в которую они погружены, эта система капитализма, она не позволяет им решать вот эти проблемы, в частности с пенсионерами, каким-то гуманистическим образом. Вот. Связано это с тем, что все, что не попадает в интересы прироста частной собственности, в интересы увеличения наживы, буржуазия отбрасывается и пытается истребиться. Буржуазия же в своем важном стремлении к возрастанию личного богатства отбрасывает все, что не приносит обогащения. Российский капитализм все более отвратительен, еще вернее более отвратительен, так как создана крупная российская буржуазия, система друзей, в кавычках, друзей, черпающих из бюджета свои богатства. Она отвратительна именно тем, что они этот бюджет воспринимают как источник своего бизнеса. То есть, чем больше денег в бюджете, тем можно легче их и эффективнее для себя освоить, проведя какие-нибудь великие стройки и так далее. И всякие социальные выплаты из этого бюджета, которые они считают своим достоянием, в общем, они воспринимают как безумные траты денег. И всячески это дело ведут к уменьшению. Задолго до нас Фредерик Энгель сказал, что богатство общества определяется свободным времени у его членов. Сегодня в развитых странах Европы рабочая неделя на 5 часов короче, чем у нас. А зарплаты в некоторых странах даже на порядок выше. Ну и там из-за того, что буржуазия исчерпала свои возможности прогрессивного развития, идет наступление там на все права трудящихся. Хотя производительность труда во всем мире возросла и растет опережающими темпами. То есть производится товаров и изделий, услуг уже почти за какие-то ничтожные деньги по сравнению с затратами, которые на это дело были потрачены. Вот кое-кому, я говорил, что на митингах это звучало, кое-кому кажется, что у нас буржуазия, значит, молообразованная, глупая, циничная, воровская. И думать следует, если я заменить на более умную, образованную, честливую, совестливую, то все наладится по-лучшему. Не наладится. Не наладится только потому, что частная собственность, которая давляет и господствует в нашем обществе, она не позволяет поступать им иным способом. Вот поэтому они орут о дефиците в пенсионном фонде. И в это время же, пока они орут о дефиците в фонде, значит, вот этот бизнес банда, назовем ее так, которая сложилась вокруг нашего всероссийского бюджета, она с увеличением грабит нашу страну. Вот афера с повышением пенсионного возраста заключается, прежде всего, в том, что вот эта группа товарищей, значит, изымают из социальных нужд, из бюджета, ну, сумма примерно, скажем так, вот, она приведена в разных источниках, она примерно одинаковая. То есть, с мужчин, примерно, снимают по одному миллиону, с женщин по полтора миллиона рублей в год. Снимают, значит, воруют. А пенсионеров у нас в год выходит примерно 2 миллиона человек. То есть, вот эти средства освобождаются для освоения российской буржуазии в тех интересах, в каких у них заточен мозг. Значит, ну, было мнение, что вот они погранят страну, позакрывают ненужные им и начнут развивать, досоздавать. Вот. Но жизнь показывает, что не могут они насосаться. И вот тяжелый их труд заключается только в одном, чтобы продолжать дальше, сосать и грабить, пока не лопнут. Значит, истребление капиталистами всего, что не приносит им немедленной прибыли, заложено в самой природе капитализма. И будет продолжаться, пока капитализм не будет уничтожен, как система экономических и общественных отношений. Укрепляя и спасая основу капитализма, частную собственность буржуазии, в лице ее Путин, они провели, значит, санацию в множество банков на нашей памяти. Значит, вот если задаться вопросом, где эти деньги, где эти банки, которые сейчас должны выдавать дешевые кредиты, ну, ответ будет молчание. То есть, большинство банков уже лопнуло, деньги перегнали в другие банки, за Бугору везли и так далее. То есть, и никакого спроса от нашего правительства с этих банкиров нет, деньги ушли, ну и нет. Значит, затем, с этой же целью создавались негосударственные пенсионные фонды. Вы, наверное, помните, с каким азартом наше правительство агитировало, толкало прямо насильно пенсионеров вступать в эти пенсионные фонды, идти писать заявления, вкладывать туда дополнительные деньги и так далее. Значит, вопрос, где эти сейчас фонды и где деньги, которые граждане туда перечисляли, нет этих фондов. То есть, украли, украли безвозвратно для трудящихся. Ну, некоторых сейчас в какой-то период времени там ловили-судили, вот как Янкова в нашем городе, значит. Но это было все показательно для тех, у кого украли деньги. То есть, дескать, денег-то все равно уже нет. Ну, вот там человек что-то имитирует суд, скорее всего, будет какая-то там или амнистия, или условно. Можно другой привести пример. Другие, многие там и благополучно избежались, и кары ликвидировали, и разбежались. Вот, например, краевой угол Сорп-Кроф возглавляет Сергей Николаевич Булдашов, бывший секретарь райкома Матаверихинского. Он парно-пенсион возглавлял до 2009 года. Затем его ликвидировал, когда волна пошла. И, значит, я не сказал самое главное, там, почему волна пошла, ликвидация этих пенсионных фондов. Вся афера заключалась в том, что пенсионные фонды, когда создавались, им правитель сказал, вы зарабатываете денежки, ребята, зарабатываете для будущих своих пенсионеров, вы, люди честные, вот, вам все это, и прописали вот эту задачу. И они сразу начали зарабатывать. Эти пенсионные фонды скупали финансово-промышленные группы и вкладывали деньги пенсионеров в свой бизнес. В свой бизнес, а где эти финансово-промышленные группы? Ну, например, этого, как, о, господи, известная личность, нашу первую, там, товаро-сырьевую биржу возглавлял в Перми. Кузяев. Кузяев. Вот, где этот Кузяев? Это свои финансово-промышленные группы и так далее, и так далее. Вот, а его финансово-промышленная группа поглотила, там, наверное, не один десяток этих пенсионных фондов. На украденные деньги этими эффективными менеджерами, ну, при них и остаются, скорее всего. А трудовому народу нагло говоря, денег нет, но вы держитесь. Вот, значит, делаем выводы. В стране с богатейшими ресурсами, с высокоразвитыми производительными силами не могут отсутствовать средства для поддержки пожилых людей, то есть людей, которые выходят на пенсию. То есть власть врет о неизбежности и принуждении трудящихся работать на 5 лет больше. Следующая. Власть врет, используя свою статистику и прочие инструменты о продолжительности жизни и о ее связи с возрастом выхода на пенсию. Следующая. Власть нагло манипулирует законами, дабы обосновать нищенский уровень пенсии. Затем, поднятие пенсионного возраста никак не связано, поднятие, вернее, пенсионного возраста никаких проблем по улучшению жизни, собственно, самих пенсионеров не решает. Наоборот, у современных работающих, если они начинают анализировать и понимать, пропадает всякий интерес вообще перечислять денежные средства в пенсионный фонд, потому что даже манипуляция с возрастом дожития и фактически средним уровнем продолжительной жизни наших людей говорит о том, что редкий человек доживет до пенсии. Никакой надежды о том, что если человек честно, добросовестно будет посылать денежки, получить их обратно, он их не получит. Причина всех этих негативных явлений сокрыта в системе капитализма с его частной собственностью и ничем не ограниченной жажей наживы. Капитализм в настоящий момент становится тормозом общественного развития. Что же делать? Во-первых, не позволять манипулировать нашими правами на достойную жизнь с помощью написанных правящим классом законов. Как мы поняли, они написаны исключительно в интересах правящего класса. Что делать? Только борьбой. Борьбой с ударными действиями всех трудящихся. Во-вторых, надо отказываться от существующей пенсионной системы, когда платежи в пенсионный фонд с заработной платой работающих тратятся на обеспечение выплат пенсии сегодня работающих людей. То есть работающее поколение содержит своими взносами уже неработающих людей. Вот такая солидарная система. Но она не отражает реальное состояние современных производительных сил. Там, где вчера работало 100 человек, в результате научно-технического прогресса сегодня работает, может быть, 10, может быть, даже один, может быть, вообще робот стоять и производить товары, услуги, бог знает, что еще творить. При существующей солидарной системе, при такой тенденции, какими средствами будет наполняться пенсионный фонд? Ответа нет. Означает ли это, что научно-технический прогресс, враг пенсионного фонда Российской Федерации? Вовсе нет, наоборот, он может быть только союзником. Просто пенсионный фонд Российской Федерации надо наполнять не налогами, а зарплатой, которых становится все меньше и меньше, а с результатов общего труда, которых становится все больше и больше. То есть, с каждой единицей произведенной продукции, с каждой тонной добытого угля, барреля нефти, кубометра газа и так далее. Тогда, при такой системе, если в 60-х годах четверо работающих содержали одного пенсионера, то сегодня при такой системе 10 работающих могут содержать уже 100, а может быть, один будет уже завтра пищу содержать этих пенсионеров и никаких напрягов общество не будет испытывать. Но это возможно только тогда, когда богатство служит всему обществу. В России капитализм и власть буржуазии. Такое решение, безусловно, затронет их кровные интересы. И вот эта ситуация может быть достигнут только упорной, длительной и бескомпромиссной борьбой самих трудящихся. Без борьбы они это дело не позволят и не уступят. Ну и в-третьих, в условиях, когда буржуазная система теряет способность решать существующие проблемы, когда кризис становится все более всеобщим, и они все чаще прибегают и чаще скатываются к прямому подавлению трудящихся. То есть признаки фашизма проступают явственнее. Мы должны бороться солидарно в настоящий момент и за общедемократические, политические свободы. Без них эффективной борьбы трудящихся за свои права добиться будет невозможно. Ну и последнее. Научимся отстаивать от своей права вот в этих частных вопросах, с пенсией, с какими-то другими вещами. Значит, можно будет ставить вопросы шире. А вот нужны ли вообще нам эти паразиты, как система, навязанная нам с их частной собственностью. Значит, вот, собственно говоря, и все. Тут еще один момент, должен сказать, что вот наши трудности заключаются, прежде всего, ну, тоже обусловлены нашей историей. Значит, вот почему мы тут сожалеем, когда разговариваем о том, что на Западе там как-то люди более организованы и более организованно борются с капитализмом. Значит, ну, вот, на мой взгляд, существует причина, которая кроется немножко и в нашей истории. Значит, буржуазное государство, общество, все политические свободы, которые им пользуются трудящиеся, были завоеваны буржуазией в период освобождения их, ну, или борьбы с феодализмом. И сейчас эти политические свободы, ну, всячески буржуазии, конечно, пытаются преуще мить, но это, скажем, было всеобщим достижением, они вот как бы держат это как святыню. В нашей российской системе, значит, вот эти политические свободы, ну, длительное время абсолютизм, потом очень короткий период. Буржуазной революции, когда объявили политические свободы, все, и можно было говорить, собираться где угодно, и о чем. Вот. Значит, и дальше советская власть. И вот, значит, проблема заключалась в чем? Когда в 91-м году все рухнуло, и все развалилось, значит, наш народ оказался не готов для самоорганизации поддержания своих политических организаций, своих, даже не политических, а просто организаций, каких-то рабочих, для сбережения самих себя. Потому что все, что было создано, создавалось партийными, советскими органами, и рабочие сами не были заинтересованы в их сохранении, вернее, не понимали. И сейчас эту культуру предстоит только еще отвоевывать у буржуазии. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать.